Дальний Восток Рига «Какой город победит» сохранялась вплоть до 7 октября. Итоги подвели в прямом эфире. Ну а чтобы узнать победителя, мы должны кликнуть просто на одну клавишу «Обновить» и узнаем, кто же победил. Давайте обновим. Вот так, вот так. Вот они наши победители. Давайте их поздравим. Разрыв между Дальним Востоком и Севастополем всего в 3000 голосов. Есть мнение, что это гарант того, что Владивосток займет место на наибольшей купюре, а 200 рублей отдадут Севастополю. Но окончательное решение еще не принято, а значит всем болельщикам нашего города еще предстоит понервничать. Вы знаете, решение о том, какой из городов и регионов окажется на какой купюре, будет принимать Совет директоров Центрального банка. Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток-2000». Впервые россиянам самим разрешили выбрать город для новых купюр. Голосование запустили в июле этого года и поддержать понравившиеся символы могли все желающие. Так же, как и предложить свой дизайн банкноты. Интересно, что Центробанк еще не запустил конкурс, а варианты уже появились. Первыми свой дизайн для 2000 рублей предложило рекламное агентство «Барнаула». Мы, как барнаульцы, которые никогда не были по Владивостоке, серьезно подошли к выбору уникальных, необычных, знаковых мест Владивостока. То есть ими стал Золотой мост через бухту Золотой Рог, Владивостокский фуникулер. Изначально задумывалось, что всю банкноту займет именно Владивосток. Однако в итоге на одну сторону купюры решено было поместить мост на остров Русский, а на другую – Космодром Восточный. А между тем, многие помнят времена, когда Владивосток уже украшал тысячную купюру. Но после деноминации она стала рублем и превратилась в монету. А Приморская столица несправедливо покинула свое денежное место. Хотя песню про Владивосток 2000 Мумитроль написал еще в 90-е годы, популярна Приморская столица стала в последнее время. Например, недавно журнал Forbes включил Владивосток в десятку лучших городов России для отдыха, рекомендовав туристам посетить Красный Вымпел, Русский остров и Токаревский маяк. А вот Мастеркард каким-то образом подсчитал, что в 2016 году к нам в город приедут более 20 тысяч туристов со всей России и оставят во Владивостоке не менее 12 миллионов долларов. Может, это и правда. Итоги традиционно подведут в начале будущего года. По крайней мере, летом в наш город приехали популярные видеоблогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский со съемками своей программы «Пора валить». Ребята на свой лад рассказали о привычных нам достопримечательностях и удивлялись вместе со своими подписчиками необычностью Владивостока. Поехали на остров Русский, там должно быть конца. Руслан, что? У меня проблема. Какая? Руля нет? А, здесь праворульные машины. Это легко решается. Поехали. Все больше говорят о нашем городе и кинематографисты. С кино Владивосток связывает не только фестиваль «Меридианы Тихого». С недавнего времени приморский город стал появляться в фильмах российских режиссеров. А недавно сюда приехал и Данила Козловский для съемок нового фильма «На районе». Несколько месяцев актер в буквальном смысле жил в нашем городе, и некоторым даже удавалось встретить его на улице. В инстаграме жителей Владивостока регулярно появляются фотографии с Данилой Козловским. Да и сам актер пополняет соцсеть снимками и видеороликами из приморской столицы. Но именно сегодня появился пост с последних съемок во Владивостоке. Проходили они, кстати, в вагоне. Но нам он запомнится своими танцами на спортивной набережной. А ведь осень вообще выдалась у Владивостока богатой на гостей. В сентябре Александр Масляков привез к нам летний кубок КВН. Всего за каких-то 45 миллионов рублей из краевого бюджета. Кстати, на сегодняшний день Владивосток закрепился на третьем месте и в конкурсе «Город России. Национальный выбор 2016», в котором россияне выбирают лучший город страны. Мы уступаем лидирующему Магасу Республика Ингушетия более 100 тысяч голосов, а от Костромы нас отделяет около 80 тысяч. Хабаровск, постоянный негласный конкурент, занимает сейчас седьмую строчку рейтинга голосования. Кстати, по итогам прошлого года наши соседи заняли второе место, а Владивосток — одиннадцатое. Итоги конкурса в этом году проведут 30 декабря. И кто знает, может мы снова выбьемся в лидеры на последних секундах, как это произошло в голосовании за купюру. Владивосток, 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 на маяке твоем не гаснет огонем. Владивосток, 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 а знаешь, я еще приеду, дай мне срочно. Вообще, Владивосток все чаще стал мелькать в различных рейтингах, проводимых не только в России, но и во всем мире. В прошлом году Приморская столица заняла третье место в списке самых дорогих городов России. Квадратный метр стоил у нас 86 с половиной тысяч рублей. Для сравнения, в Москве около 250 тысяч. А еще в январе этого года наш город стал 16-м в топе лучших городов России по качеству жизни. А в рейтинге карьерной привлекательности вошел в топ-5. Владивосток, Владивосток, Владивосток. Открытие игорной зоны и океанариума, проведение гонки героев, участие в международном марафоне, принятие студенческой весны, проведение восточного экономического форума и даже приезд ревизора. Каждое событие словно выводит Владивосток в люди. Приморская столица будто берет реванш за все то время, когда была закрытым портом и ассоциировалась у людей всей страны лишь с медведями, тиграми, балалайками, рыбой, морем и кораблями. А прямо сейчас стартует обратный отчет до 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет ровно через год в Сочи. Эта акция обратного отчета пройдет в один и тот же день по 12 городам России, а начнется она именно с Владивостока. Ирина Мокрецова, Максим Яковлев, Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.